Анкерная линия – разработка для безопасной работы на высоте, способна выдержать больше 200 кг веса. Устройство было представлено сегодня на выставке средств защиты. Они гарантируют мобильность своей анкерной линии, что большая редкость в наше время. Более того, её можно устанавливать на 18 метров, плюс она металлическая, что делает её абсолютно уникальной. Выставка – это только одна из составляющих программы семинара по охране труда. Одними из главных тем в этом году стали изменения в трудовом законодательстве и организация труда молодых работников. При трудоустройстве работников моложе 18 лет – это предварительные медицинские осмотры, в том числе оплата труда. У нас вчера прошла трехторонняя комиссия, на которую рекомендовано оплачивать труд работникам, которые моложе 18 лет, ниже минимального размера оплаты труда, установленные в Кантамасийском автономном округе Югре. В этом году в Нефтьюганском регионе прокуратурой было проведено свыше 15 проверок на предприятиях. Обращали внимание на выплаты сотрудникам и правила внутреннего распорядка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть 17-м, на начало, на первый квартал 18-го года обстановка в целом лучше, чем в прошлом году. То есть меньше нарушений, меньше актов реагирования, на контроле меньше предприятия остается. То есть в целом можно оценивать как удовлетворительное даже по округу. Правда, без происшествий на предприятиях в этом году тоже не обошлось. В СССР зарегистрировано 4 несчастных случая, включая один со смертельным исходом. За нами с вами стоят работники, и мы должны с вами все сделать, для того, чтобы ничего не влияло на их здоровье, тем более жизнь. Помимо этого, в честь Всемирного дня охраны труда лучшим специалистом в этой области администрация вручила благодарственные письма от главы города. Виктория Дрягина, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».